Второй раз, ГУК! Дайте шуму! Я прошу, успокойся, пожалуйста. Блять, умоляю, не надо больше. Каждое твоё слово воняет зависти. Сука, мне смотреть на тебя тошно. Хватит постоянно жаловаться на то, какой на самом деле мудак этот Алёша. Они и так про меня все узнают сами. Но что бы ты ни делал, ты всегда выглядишь дёшево. Абсолютная никчёмность и конченая бездарность. Мне Бог тебя послал, чтобы жизнь мёда мне не казалась. Я не собираюсь вспоминать все твои зашквары, пока ты стираешь моё грязное бельё. Про тебя и без того смешного навалом. Блять, да и хуесосить близких — это не моё. А ты для меня всё ещё близкий. Прикинь, до сих пор, несмотря ни на что. И если ты пришёл сюда, чтобы меня унизить, то я сюда пришёл тупо за баблом. И я надеюсь, что ты помнишь, о чём мы договорились тогда за обедом, как взрослые люди. Мы с тобой, по-моему, всё конкретно обсудили, какие темы под запретом, какие слова поднимать не будем. Так вот, попробуй тут хоть слово чирикни, блять, про моего сына или мою бывшую жену. Я-то к тебе пиздоболу давно привыкну, я боюсь, что и родственники тебя не поймут. И мы встречались с ресторатором. Блять, Саня, ты же помнишь, я как сейчас это вижу. И он мне сказал, Лёша, найди себе густрайтера. Ты же знаешь, что к Тахе пишут. Но хотя бы в этом я остался себе верен, и я никак не проебу-то даже, если понесу потери. Тем более, кто тебе писал все эти твои панчи? Топор, шок, басота, блять, желаю удачи. Кстати, где этот твой сынок внебрачный? Он сегодня с тобой или нет? А сюда не пустили этого мальчика, ему же до конца его дней будет 14 лет. Мне интересно, как это у вас происходило? Вы собирались такие, где-то все вместе садились, ты им рассказывал, где я по жизни накосячил, они такие обмозговывали, а потом выдавали тебе панчи. Хуй с ним, но все те, кто писал слова за Птаху, смело. Идите вы нахуй! Идите вы нахуй! Пусть Боря сегодня до рэперов и кучка неудачников, такими всегда были, вы сидите друг к другу надрачиваете. У меня вопрос возник, у тебя же есть тёлка, да? По-моему, есть, да, её зовут Лана. Но это такая блондинка с чёлкой, и вы с ней долго, а она ещё молчит постоянно. Кстати, если наоборот прочитайте имя, тоже интересно получится. Так вот, так вот, может ты ей уделишь, внимание? Спокойно, спокойно. Может ты ей уделишь внимание? Скажи, хули ты на мне зациклился? Неужели ты до сих пор не понимаешь, что я с тобой не буду и придётся с этим свыкнуться? Не, ну правда, а? И ни одна из моих бывших тёлок так по мне не страдала. Они, конечно, скучали, но не так сильно это наше последнее свидание. И больше не беси меня. Сделай бутерброд со своей любимой докторской. Сходи во двор, блядь, погуляй с тюленем. Продай кому-нибудь грамм беспонтового кокса, ты меня заебал, блядь, ко мне не лезь. Ты выглядишь по-уёбски. Ленин выглядит свежее в мавзолее. А я для тебя авторитет Лёха Московский. И про тебя узнали благодаря лишь мне. Кстати, ты знаешь, почему я переехал из центра Москвы? Из-за таких, как ты. Из-за таких, как вы. Из-за тех, что понаехала и понаоставалась. Из-за таких псевдоохуенных жителей ЦАУ. И ты живёшь напротив трёх вокзалов. И знаешь что, друг мой, блядь, это неспроста. Это специально, чтобы не забывал ты о том, как из своей нарнии ты приехал сюда. И ты смотришь из окна на поезда и вспоминаешь, наверное, такой свой путь к успеху. Бля, ну если честно, лучше бы ты остался там. Если, конечно, сам помнишь, откуда приехал. Вы у него спросите, кто он по нации. Я вангую, знаете, что он вам ответит? Он скажет, что там кровей намешено, не ебаться. На каких именно кровей ответа так вот не последует. Я вообще к тебе нормально относился. Ровно до тех пор, пока ты меня сюда не вызвал. Но сейчас ты для меня пиздец, как опустился. Отвечая, сука, блядь, ну ниже Плинтуса. И вот реально, ведь хуй его знает. Че еще там у тебя, мудака, на уме? Ты же можешь тут что угодно базарить, а все эти люди будут верить любой его хуйне. И мне, соответственно, чтобы тут выиграть, необходимо тоже тебя хуесосить. Но я себе хуево представляю, как это будет выглядеть, хотя у тебя скелета в шкафу больше моих набралось. И вообще это очень подло с твоей стороны. Ты и так был конченным гандоном, стал еще более гнилым. Я на это согласился. Да, у меня ехала крыша. Но я думал, что ты птица, которая летает немного выше. Это каким же надо быть ублюдком, чтобы на всю страну вызвать и хуесосить близкого друга? Хуй с ним, согласен, пускай и бывшего. Но я до последнего думал, что ты лишнего тут не наговоришь. И вот реально, Versus, вы уж меня извините, но видимо потому что я так воспитан, я не могу так кому-то подойти и в лицо заявить, блять, да пошел ты нахуй, пидор.